Настоящую доброту ценят не только люди, но и животные. Они часто сильно привязываются к человеку, который им помог, всю жизнь остаются благодарными за своё спасение. Это история необычной дружбы женщины и слонёнка. Рокси Данкверс – основательница заповедника Wild is Life, помогающего выжить диким животным. Приют для зверей был создан в столице Зимбабве Хараре более 20 лет назад. Данкверс помогла уже огромному количеству диких животных, обитающих в Африке. Один из таких спасёнышей – маленький слонёнок, с которым приключилась беда. Животное, которое назвали Майо, что означает «сердце», едва не утонуло, когда пыталось переплыть вышедшую из берегов реку. Слонёнок был совсем мал, ему было всего несколько дней. Майо не справился задачей, не смог выйти из реки. Стая слонов не могла ждать своего соплеменника, поэтому они продолжили путь. Но Африка очень опасна для малышей, которые остались одни – у них практически нет шансов выжить без помощи человека. Вскоре Майо обступила стая Гиен. Малыш был обречён на гибель, но ему на помощь пришли местные рейнджеры. Именно они отправили слонёнка в заповедник, основанный Рокси. Все местные прекрасно знали, что там помогут каждому зверю, попавшему в беду. Сейчас Майо больше года, это уже большой слонёнок. При этом Данкверс стал настоящей мамой для спасёныша. С тех пор, как слонёнок появился в заповеднике, он просто ни на шаг не отходит от Рокси. Вполне возможно, Майо считает женщину своей мамой. Ведь стая бросила слонёнка, когда он был совсем маленьким. Получается, что Рокси заменила животному маму, которую он почти не знал. Женщина окружила его заботой, лечила и кормила малыша. В итоге Майо стал настоящим хвостиком своей спасительницы. Слонёнок везде следует за женщиной, он даже свободно перемещается по дому Рокси. Майо ещё ребёнок, но он весит больше 55 кг, поэтому постоянно оставляет за собой разрушение. Выражение, как «слон в посудной лавке» здесь более чем уместно. Животное просто оккупировало заповедник и дом Рокси, в котором почти не осталось вас и просто целых вещей. Он любит залазить на диван, крушить мебель, грызть обувь. Майо разрушает всё, что попадётся ему на глаза. Вот только Рокси совершенно на него не злится. Женщина много лет спасает диких животных, для неё звери намного важнее каких-то сломанных вещей. Рокси много лет занимается реабилитацией слонят, которые попали в беду. Животных приводят в порядок, после чего выпускают обратно в дикую природу. Но с Майо дела обстоят сложнее. Слонёнок очень болен, кроме того, он слишком рано был отлучен от своих собратьев. Поэтому Рокси сомневается, что животное сможет вернуться в свою естественную среду обитания. Неудивительно, что Майо так сильно привязался к своей спасительнице. Дело в том, что Рокси даже спала со слонёнком, когда тот был совсем слаб. Так женщина смогла завоевать любовь и доверие дикого животного, так рано оставшегося без мамы. Слонёнок хочет всё время быть с Рокси, даже когда та отдыхает на диване. Рокси добавляет, что между ней и слонёнком образовалась очень тесная связь. Но Дангверс понимает, что дикому животному лучше жить на природе, чтобы иметь возможность свободно перемещаться, контактировать с другими представителями своего вида. Рокси говорит, что ей будет трудно отпустить Майо, но она сделает всё от неё зависящее, чтобы это стало возможным. На этом всё друзья! Делитесь видео, пишите ваше мнение в комментариях. До скорого!